Один из активных деятелей, он сам относится тоже, раньше возглавлял, как бы работал на башкирской радиокомпании, вот Салават Кильдин, он поехал вот к этому Назиму Хакани и от него принял, как бы стал его учеником и стал возить тоже других имамов. Это очень распространилось. Более того, Хакани очень поддерживал вот эти все, то есть он говорил, вот, ребят, если у вас есть там какая-нибудь могила, да, осветите ее, построите мавзолеи вокруг нее, пусть люди ходят, а если еще рядом родник есть, так будет святой родник. Ой, не салафитское это дело, вы сейчас упоминаете, мавзолеи, родники, ой, не дай бог. Они же считают это абсолютным язычеством. Естественно, для салафитов это просто неприязнь, потому что это популярно, это очень растет, особенно среди населения, потому что это приняло характер паломничества, то есть вот ко всем этим мавзолеям, родникам, причем, надо сказать, там была еще... Ну, по-моему, эта традиция Адата очень близки ведь, на самом деле. Нет, это да, это распространено очень многих, то есть к могилам, мы знаем, вот есть это паломничество в Умань, например, у православных, да, то есть это для аврамических религий. Паломничество к могилам святых православных, святые мощи, еще уже говорят. К Серафиму Саровскому. То есть, понятное дело, что это очень распространено для аврамических религий такое, существует. И, соответственно, салафиты, естественно, вступают против этого, они говорят, это ни в коем случае нельзя, потому что это типа поклонение, а поклоняться можно только Богу. Это одно из направлений ислама, так называемый чистый ислам, салафизм или ваххабизм, больше известный, который на самом деле призывает не только выхода с Северного Кавказа, исламских регионов из-под российского контроля, но и к уничтожению традиционного ислама. Часто говорят, что такое традиционный ислам, дайте его определение, и вот многие исламоведы, когда с ними беседуешь, они как-то не могут дать определение. Вот я могу дать определение. Это та форма ислама, которая исторически была принята тем или иным мусульманским народом России. Ее отличительным признаком является это лояльность российскому государству, нежелание изменять его конституционный строй. И это готовность служить в рядах российской армии и участвовать в военных действиях даже против мусульман других. Мы поддерживаем решение Совета Федерации о применении контингента вооруженных сил Российской Федерации и вне России в противостоянии международному экстремизму и терроризму. Например, в Афганистане, в Сирии русско-турецкие войны, когда там татары участвовали. Например, это война в Чечне, то же самое, когда была в Сирии, когда воевали. То есть вот эти пять признаков, которые есть у традиционного ислама. Первый из них это лояльность российскому государству. Игорь, по-русски, ты часть страны. Мы живем в российском государстве. И каждый мусульманин обязан уважать законы своего государства. Мы выбираем демократическим путем нашего президента. В Священном Куране сказано. Вы повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь пророку, повинуйтесь тому, кого вы выбрали. Субтитры создавал DimaTorzok В 1789 году было создано первое управление мусульман, Оренбургское Магометанское духовное собрание. Возглавил его офицер кадровый, царская армия мусульманин. И в дальнейшем, в общем-то, из мусульман наиболее лояльные России люди выдвигались на посты высокие, получали жалования. Муфти этого Оренбургского Магометанского духовного управления был приравнен к генерал-майору и получал соответствующее жалование. И на государственном довольстве стояли и более низкие чины, простые имамы, ахунды. Да, был период в истории нашей страны, когда, например, суфи противостояли, то есть, например, мы помним 19 век, Кавказская война, и там как бы суфийские шейхи, они выступали как сопротивлением российскому продвижению и покорению Кавказа. Но впоследствии действительно ситуация изменилась, и сегодня суфи на Северном Кавказе отчетливо выступают как того рода та сила, с которой выступает за российские интересы. И наиболее мы отчетливо это видим на примере Чеченской республики, где благодаря отцу и сыну Кадыровых они сумели фактически подавить салафис полностью, и вот традиционный ислам там победил, то есть он вот. К началу Великой Отечественной войны у нас этот мусульманский центр внутренней России, который из Оренбурга переехал к тому времени в Уфу, был полностью уничтожен. В общем-то практически всех или посадили, или расстреляли руководителей, и были уничтожены все учебные заведения. Если православная церковь сохранила несколько академий, то мусульман погибло все. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok